Пожар на складе боеприпасов недалеко от Мариуполя потушен. Вчера огонь вспыхнул на поле и перекинулся на территорию воинской части. Там начали детонировать хранившиеся снаряды. С пламенем боролись всю ночь и к утру его удалось одолеть. У следствия уже есть версия, по какой причине произошел пожар. Все подробности в материале Ирины Баглай. Так рвались снаряды вчера вечером в селе на воене Соль. Населенный пункт в 40 километрах от передовой. Здесь не слышали звуки войны и не знали, как рвутся снаряды. А вчера, рассказывают жители, летела во все стороны. Стреляет, баба, стреляет! Дом Любови на окраине села на воене Соль. Ближе всего к складам, где вчера все рвалось. Как только услышали взрывы, бабушка схватила трехлетнюю внучку в машину и выехала из села. Увидели оттуда пожар. Огонь идет, дым. Все село было в дыму. Абахи? Абахи начались после обеда уже. Когда услышали, что все успокоилось, вернулись домой. Но лишь утром решили обойти двор. Дом цел, а вот в огород прилетели два снаряда. Ну, это утром мы вот уже увидели, когда встали и стали осматривать кровом все. О, какие скорые! Что это такое? Вот! Алюка, если даст, по голове. Спрятав отца в погреб, Юрий кинулся спасать дом от огня, хотя вокруг свистело и рвалось. Надо было тушить, потому что горело вокруг все. А вы кинулись тушить? Ну, а куда? Вокруг дома все горит. Пожарка приехала, развернулись, уехали. Там дома горят. Навоз мы тушить не будем. Вот и все. С утра полиция обошла поселок. Повреждены 14 домов. В основном побиты крыши и окна. Из жителей никто не пострадал. В оперативном штабе уверяют, предлагали людям сразу эвакуацию, но те отказались. Опять семей выехали своими силами. Пожар удалось погасить на рассвете. Сейчас проводятся работы по разминированию, но, как видите, сухая трава по-прежнему тлеет, и над полем стоит вот такой вот дым. На территории самого склада пожарные еще днем заливали очаги огня водой, а уже вокруг спасатели исследовали территорию. Не все снаряды, вылетавшие из-за того холма со склада, разорвались во время пожара. Рядом со сколками вот эта неразорвавшаяся 120-мм мина. Само село уже тщательно исследовали, выявили 70 снарядов разного калибра. О количестве боеприпасов, находившихся на этом складе, военные не говорят. Как нам стало известно, разорвались 40% запасов. Это те, что хранились в специальных боксах. Большая часть уцелела, поскольку под землей. Сам же склад одной из бригад, тактического характера. Его оборудовали два года назад. Что же стало причиной пожара, военные назвали основную версию. Умышлено или из-за халатности не учли, что сильный ветер перебросит огонь на соседнее село, но поджигателям теперь придется нести уголовную ответственность. А пока идет следствие, разбираются и в том, почему пожар на складе не удалось предотвратить. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.